Меня часто спрашивают, где я училась. Наверное, перечислить всего будет просто невозможно, потому что профессия врача-косметолога, я думаю, что каждый коллега абсолютно со мной согласится, это просто бесконечное развитие. Ты не можешь сидеть, отсиживаться где-то в уголочке и тихонечко работать 3-5 лет, не посещая абсолютно никаких семинаров, потому что действительно индустрия красоты, особенно косметология, она обновляется буквально ежемесячно, появляются новые аппараты, новые препараты, и надо понимать, какие у тебя появляются возможности. И тот период, когда я начинала, это был 2009 год, мне сейчас даже иногда смешно вспоминать, потому что сейчас возможности выросли буквально, ну я не совру, если скажу, что в десятки раз. И вообще изначально я закончила медицинскую академию в городе Пермь, там же я проходила интернатуру по дерматовенерологии, это год обучения, мы вели пациентов, естественно, под присмотром опытных врачей, и там, конечно, были не косметологические пациенты, да, то есть это и псориаз, и чесотка, и чего там только не было. И я вообще с теплотой вспоминаю это время, потому что все сейчас мои коллеги, которые со мной учились, мы постоянно общаемся, и они добились уже очень многого, и в дерматологии в том числе. После этого я поехала в Академию постдипломного образования в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге мне повезло пожить месяц, я училась там на базе этой академии, погружение тоже было полное, то есть и основы косметологии, и база все самое, начиная с массажей, пилингов, и заканчивая на тот момент, какая была аппаратная косметология, инъекционка, то есть вся база была получена там. И в принципе, потом, когда уже получено вот это основное образование, косметолог начинает развиваться самостоятельно, то есть я иду на те мероприятия, на те конференции, на которые сама считаю нужным. Сейчас на сегодняшний день их проводится уже около десятка в год. Конечно, на какие получается попасть, по нежелательным явлениям, по новым методикам, я всегда стараюсь ездить. Наверное, самая впечатляющая для меня поездка была в Прагу. Я вообще безумно была рада послушать и пообщаться бронтозавров, вообще не только российской, а вообще мировой косметологии. И очень приятно получать это все из первых рук. И я думаю, что мои пациенты чувствуют это, что я постоянно учусь, что постоянно совершенствуясь, это очень важно. Надо быть всегда на пике, надо быть всегда в теме. Вообще, конечно, после поездок всегда очень интересно работать, потому что, во-первых, когда ты где-то на конференции, первое, что тебя радует, это радует то, что, в принципе, большинство методик ты владеешь вообще-то. И есть, конечно, какие-то моменты, которые доктора показывают, те, которые я потом тоже применяю в практике. Вообще, конечно, подобные обучения, они хороши тем, подобные обучения, конгрессы, мероприятия, все эти, они очень сильно расширяют кругозор. То есть, если, когда я начинала учиться, буквально в 2009 году нас учили заполнять носогубные складки и губоподбородочные борозды, буквально через несколько лет, в косметологии вообще все перевернулось абсолютно по-другому. Начали говорить о том, что, когда мы начинаем вот с этих зон коррекцию филлерами, допустим, да, на основе гиалуроновой кислоты, пытаемся заполнить морщину, думаем морщинами, мы на самом деле утяжеляем лицо. Ни в коем случае нельзя начинать с этих морщин. Сейчас уже все идет к тому, что мы начинаем с периферии лица, мы устанавливаем объем, мы наполняем височную область, у тех, у кого она требует коррекции. Мы дополняем щечно-скуловые области, мы нивелируем дефицит подбородка, либо отправляем пациента к ортодонту, да, и либо к стоматологам-хирургам, чтобы они решали этот вопрос, и косметологи уже потом дорабатывали. Вообще, конечно, это очень интересно, наблюдать вот за развитием, за эволюцией косметологии в целом. И, конечно, когда ты ездишь на такие мероприятия, ты лишний раз, во-первых, появляется какая-то насмотренность, то есть ты видишь сложные случаи, ты видишь какие-то необычные ситуации, в которых доктор себя повел так и так, и он делится опытом, это, безусловно, очень ценно. Ты понимаешь, какие могут возникнуть проблемы, и ты в любом случае в работе пытаешься их избежать, да, потому что это был чей-то опыт, и закрывать на него глаза, ну, просто невозможно, это неправильно. Вот так. И, конечно, ты уже смотришь совершенно по-другому на своих пациентов, ты в голове прогоняешь варианты коррекции с учетом и возможностей пациента, и состояния здоровья пациента. И все вот это, вот все вот это знание, понимание, видение, все это дают вот эти бесконечные обучения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok